В Сыктывкаре в ближайшее время суд приступит к рассмотрению административного дела в отношении 63-летнего мужчины. По версии полицейских, 24 декабря он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда стражи порядка заметили нарушителей и потребовали его остановиться, тот не подчинился и попытался скрыться, о чем впоследствии пожалел. Чем закончилось преследование, знает Антон Булаев. Вечером 24 декабря автоинспекторы дежурили в Эжинском районе Сыктывкара. В 10 часов на улице Маяковского их внимание привлек серебристый внедорожник. Полицейские решили его остановить для проверки. Заметив стражи порядка, водитель резко нажал на педаль газа и попытался скрыться, при этом чуть не сбил пешехода. Началась погоня. Уже на следующем повороте силовики настигли нарушителя. Поворачивая направо, водитель потерял управление, съехал с дороги в сугроб. Задержанного припроводили в патрульный автомобиль. Мужчина вел себя крайне странно. Положение статей вам понятно? Почему молчите? Положение статей вам понятно? Можете кивнуть, если понятно. Молчал туда. Понятное положение статей вам? Морзнул левым глазом. Значит понятно, да? Нет. Явно нетрезвый мужчина спрашивал, зачем его остановили, ведь он ничего якобы не нарушал. И тут же поздравил служивых с католическим Рождеством и наступающим Новым Годом. Потом несколько минут странно замер. А затем и вовсе стал нести околесицу. А то, что вы живы, благодаря миру, вы забыли? Мы живы, благодаря вам? Да. Ну, все мы живы, благодаря кому-то. Да. Если не вы, вообще-то, да? Да. Чтобы вы задохнули, вы все сдохли давно. От рака. Ну да. Но уверен вам. Ознакомьтесь, пожалуйста, с протоколом об обоцелении вас управления. Водителя отстранили от управления автомобилем. Пройти тест на алкоголь прямо на месте мужчина не захотел. Отказываетесь или согласны проехать в наркологический диспансер? Отказываетесь? Да. Здесь будете писать о том, что вы отказываетесь? А подписью будете ставить? Нет. Пойду пешком. Машину отправили на штрафную стоянку. Нарушителю пришлось добираться домой пешком. Собранный административный материал ГИБДД отправила в суд. За отказ от прохождения свидетельствования, что автоматически приравнивается к пьяному вождению, мужчине грозит до двух лет лишения прав и штраф в 30 тысяч рублей.